Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз после отказа от российских ресурсов столкнулся с рекордным торговым дефицитом. Европейский орган статистики Евростат опубликовал свежие данные о результатах внешней торговли Евросоюза за январь 2023 года. В соответствии с отчетом убыток от внешней торговли вырос больше, чем предполагали западные аналитики. Суммарно компании из всех стран ЕС экспортировали на внешний рынок товаров на 223 млрд евро. В стоимостном выражении в сравнении с январем 2022 года экспорт вырос на 11%. При этом импорт Европы и других товаров также вырос на 10% в сравнении с прошлым годом и составил 253,5 млрд евро. В сухом остатке объединенная Европа наторговала по итогам января в жирный минус, размером в 30,5 млрд евро. В сравнении с декабрем 2022 года убыток от внешней торговли вырос в 3,5 раза. В прошлом месяце он составил 8,8 млрд евро. Напомню, что с таким понятием, как торговый дефицит, Европа, по сути, впервые столкнулась в прошлом году, когда начала активно отказываться от импорта российских энергоносителей. Наибольший убыток от внешнеэкономической деятельности страны ЕС получили в августе 2022 года, когда на фоне новостей о приостановлении поставок российского газа по северному потоку из-за проблем с ремонтом газовых турбин «Сименс» газовые котировки поднимались выше 2000 долларов за 1000 кубометров. Страны ЕС тогда активно затаривали голубым топливом газовые хранилища. Дефицит от внешней торговли в августе 2022 года составил 52,5 млрд евро. Слабым утешением для европейских чиновников стала лишь новость о том, что и по итогам прошлого месяца дефицит ЕС в торговле с Россией снизился в сравнении с январем 2022 года с 13,5 до 5 млрд евро. Касса от российских энергоресурсов дорого обошелся европейской экономике. По итогам 2022 года компании стран Евросоюза всего экспортировали в другие страны европейских товаров на 2,868 млрд евро. За счет инфляции стоимость экспорта в сравнении с прошлым годом выросла на 18%. При этом расходы на импорт товаров Евросоюзом выросли за минувший год на 38%. В результате вместо торгового профицита, который по итогам 2021 года составил 105 млрд евро, страны ЕС в 2022 году получили рекордный дефицит на сумму 333 млрд евро. Это говорит о том, что европейский бизнес стал убыточным. Затраты на импорт ресурсов стали превышать доходы от продажи европейских товаров.